Слава Богу, братья и сестры, меня попросили взять в руки микрофон, потому что почему-то даже в этот новый меня плохо слышат. В притче 23 главы написаны такие слова, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. То есть другими словами, в зависимости от того, какое понимание у человека в голове, вот так он будет жить, вот так он будет поступать и так будет проходить вся его жизнь. И нашим современным языком, это можно сказать, в зависимости от того, какая программка записана у человека в разуме, вот так человек и будет поступать. В зависимости от программы, которая у него записана в голове. Писание это называет твердыня, твердыня и помышление. И я думаю, вы встречали людей с очень странными программками, мышлением, которые очень нехорошие, которые очень неудобные, которые очень дорогие, но люди продолжают так жить, потому что у них есть программка, у них есть это мышление. Я думаю, вы все встречали людей, которые имеют программку, что курить табак – это классно. И вот человек тратит большие деньги, пачка сигарет стоит 6-10 долларов, это сотни-сотни долларов, воняет очень сильно, человек может заработать себе рак, но он это делает, потому что у него в голове программка, что это классно. Я думаю, все встречали людей, которые имеют такую программку, что тату – это красиво. У них, в их понимании, это красиво. И они идут в специальное заведение, где грязной иголкой, окунутой в чернила, им прокалывают кожу, под кожу заносят эти вещи, которые там не должны быть. Есть риск заболевания, воспаления, инфекции. Человек платит за это большие деньги, терпит сильнейшую боль, потому что у него в голове программка. Тату – это красиво. Я даже встречал таких людей, может быть, это очень отвратительно звучит, но у которых программка такая, что пить свою собственную мочу полезно для здоровья. Несмотря на то, что это на вкус отвратительно, несмотря на то, что это вопреки всякой логике, то есть организм выбрасывает с мочой то, что ему уже не нужно, но человек пытается еще из этого сделать какую-то пользу. Братья и сестры, почему я привожу такие очень неприятные примеры? Потому что я хочу коснуться одной темы. Темы, которая, к сожалению, очень насущна в современных церквях. Я сегодня хочу поговорить о программках, которые разрушают жизнь христиан, жизнь молодых людей, которые намного опаснее в тех программах, за которые я сейчас упомянул. Братья и сестры, я хочу говорить об отношении христиан к алкоголю. Честно говоря, я эту тему уже приготовил несколько месяцев назад, но я постоянно ее отлаживал, постоянно ее отлаживал. Мне она казалась очень недуховной, мне хочется говорить о духовных вещах, о взаимоотношениях с Богом, о чем-то добром, возвышенном. Но, братья и сестры, что меня побудило на эту проповедь, это то, что, встречаясь с молодыми людьми в разных церквях, я вижу программки в их головах, которые настроены их на зло и на разрушение жизни. И вы знаете, вот, может быть, 30-50 лет тому назад в церкви был запрещен алкоголь, об этом никто не спорил, но прожив 20-30 лет в Америке, наши культуры начинают смешиваться. Этот вопрос поднимается снова и снова, и об этом очень много спорят, очень много спорят, к сожалению. И моя попытка, братья и сестры, сегодня порассуждать, порассуждать о вот этих мышлениях, об этих мировоззрениях, этих программках, которые мы встречаем, к сожалению, в христианстве, в церквях, и подвергнуть их критику, подвергнуть их рассуждению. Я понимаю, что, возможно, я всех не убежду, возможно, я всех не уговорю, но я надеюсь, что я заставлю задуматься, заставлю пересмотреть некоторые мышления и свои мировоззрения. Сегодня я хотел бы порассуждать о трех мышлениях, или же пониманиях, или же мыслях, которые верят люди. Первое из них звучит так. Библия не запрещает алкоголь, поэтому умеренное упрямление разрешается. Или, может быть, даже кто-то скажет, поощряется. Вот такое мышление, вот такое понимание, вот такая программка можно встретить среди христиан в церквях. Библия не запрещает алкоголь, поэтому немножечко пить можно. Давайте мы прочитаем вот несколько мест Писаний, которые говорят об алкоголе, и попробуем извлечь какой-то смысл. Что Писание говорит об алкоголе? Притча 23 глава, с 29 стиха я читаю так. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно красится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии как змель, укасит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, и мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, буду искать того же. Очень ярко, очень красочно описывается жизнь пьяного человека. Человек напивается, он не чувствует боли, но у него горе. Он делает развратные вещи, он говорит непристойные вещи. Почему? Потому что он пьян. Он пьян, и он не может контролировать свой рассудок, и он делает все эти вещи. И он уже находится в зависимости, он этого ищет снова и снова. Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. В английском переводе написано, don't be drunk with wine, не будь пьян от вина. Ну и еще одно местописание, 1 Коринфянам 6, 9. Или не знаете, что неправедные царствия Божие не наследуют. Не обманывайтесь ни блудники, ни долуслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаинцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищные. Царствие Божие не наследует. Знаете, когда вот читаете эти местописания, сразу возникает возражение. Здесь говорится о пьяном человеке. И Библия очень ясно и очень четко порицает, когда человек пьян. Когда человек не трезв, когда человек делает неправильные поступки, когда человек не осознает, что он поступает. Библия очень конкретно это осуждает и порицает, называет это грехом. И вот люди говорят, так заплепить же нельзя. Поэтому если я пью чуть-чуть, но я не напиваюсь до состояния пьяного, я не грешу. Мы только что прочитали, братья и сестры, что пьяница и Царствие Божие не наследуют. Кого мы можем назвать пьяницей? Я вот не раз задавал этот вопрос молодежи в разных церквях. И я слышу два ответа. Первый ответ это если человек пьет каждый день. Если человек пьет каждый день, этого мы можем назвать пьяницей. Второй ответ, есть ли у него зависимость. Если он пьет, и он не может остановиться, это человек пьяница. Но это наше мнение. Братья и сестры, давайте мы выведем определение, кто такой пьяница, в Божьих глазах, вот из этого места Писания. Мы читаем, что ни блудники, ни воры, ни мужеложники Царствие Божие не наследуют. Братья и сестры, сколько раз нужно заблудить, чтобы Писание нас могло назвать плудником? Один раз. Сколько раз нужно украсть, чтобы нас арестовали, как вора? Один раз. Сколько раз нужно иметь отношения с тем же самым полом, чтобы можно нас было назвать мужелозником? Один раз. Поэтому сколько раз нужно напиться до пьяна, чтобы в Божьих глазах оказаться пьяницей и не унаследовать вечную жизнь? Один раз. Как вы думаете, братья и сестры, существует ли человек, который регулярно, умеренно употребляет алкоголь и ни разу в своей жизни не перешел границу, выпив столько, что он напьянил? Я думаю, практически таких людей нет. И каждый человек, который даже пытается выпивать умеренно, в какой-то момент в своей жизни он перейдет эту грань, он выпьет чуть-чуть больше, он напьянеет. И в Божьих глазах он уже пьяница. И если он не покается, точно так, как блудник, как вор, как мужеложник, если он не покается, он вечную жизнь наследовать не будет. Хотя не все, что в Библии запрещено, разрешено. Согласитесь, есть вещи в нашей жизни, которые в Библии вообще не говорится, но мы их называем грехом. Такие вещи, как наркотики, такие вещи, как курение табалка, вообще в Библии не описываются. Но мы называем их грехом. Почему? Потому что есть в Писании принципы, принципы, которые мы должны соблюдать. И вот один из этих принципов написан в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих. Написано так, всего испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. И мы понимаем, что курение – это зло. И поэтому мы называем это грехом, и никто из верующих не курит. Даже среди американцев этот вопрос закрыт. Наркотики, мы понимаем, что это зло. Поэтому христиане наркотиками не занимаются, мы называем это грехом. Но можем ли мы назвать алкоголь злом, братья и сестры? Можно ли назвать алкоголь злом и поставить их в одну же самую линейку с наркотиками, с куреевым и с другими грехами? Давайте, братья и сестры, я приведу несколько цифр, а я думаю, вывод напросится сам. Я не буду брать еврейскую культуру, я не буду брать какую-нибудь культуру французскую, итальянскую, где говорят, они за каждым обедом пьют вино, я не буду и брать. Я возьму русскую, славянскую культуру. Мы все славяне, мы говорим о нашей проблеме, о славянской. Давайте я возьму статистику из России. Я не записал, в какой-то год сделалось исследование, но цифры такие. В России 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50% изнасилований совершаются людьми под действием алкоголя. Давайте я повторюсь цифры. 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50% изнасилований. Если бы можно было сделать такое чудо и в один день из России забрать весь алкоголь, изнасилований и аварий будет в два раза меньше, самоубийств будет в четыре раза меньше, убийств будет в пять раз меньше. Братья и сестры, если забрать алкоголь с земли, зла на земле станет в несколько раз меньше. И везде, куда приходит алкоголь, приходит зло. Братья и сестры, вы никогда не встретите человека, который вам скажет, что в моей жизни было много проблем. Я ссорился с женой, я бил своих детей, я был отвратительный работник, у меня были проблемы со здоровьем, но потом я начал пить. И чем больше я пил, тем лучше становился работником, тем заботливее становился мужем, тем больше любил своих детей, тем здоровее становился человеком. Никогда такого человека вы не встретите. Братья и сестры, есть миллионы, миллионы людей, которые расскажут вам точно про противоположную картину. Они скажут, я был заботливым отцом, я был любящим мужем, я был хорошим работником, я был здоровым человеком до тех пор, пока моя жизнь пришла к алкоголю. И когда в мою жизнь пришел алкоголь, я начал бить своих детей, я начал ругаться своей женой, я начал пропускать работу, я заболел. Почему? Потому что когда в жизнь человека, когда в жизнь общества, когда в жизнь страны, когда в жизнь церкви приходит алкоголь, с ним приходит зло. Я думаю, что, наверное, самый яркий такой пример, это история северноамериканских индейцев в Америке. Когда до того, как сюда приехали европейцы, здесь жил очень большой многочисленный народ индейцев, коренных племен, их было очень много, их было миллионы. Но потом сюда приехали европейцы, вы знаете историю, и вместе с собой они привезли крепкий алкоголь. И этот крепкий алкоголь они начали продавать индейцам. Индейцы его называли огненной водой. И существует мнение, что это было сделано намеренно, и они просто алкоголем уничтожили всю нацию и захватили эту землю. Простите, мы можем спорить, было это сделано осознанно, неосознанно, но это был настолько сильный удар по индейцам, до которого они до сих пор не оправились. Я вчера читал немножечко за индейцев, и из всех народностей, индейцы североамериканские, которые живут здесь в Америке, уровень алкоголизма самый высокий среди всех народов мира. До сих пор. Уже прошло 200-300 с лишним лет, они до сих пор от этого удара не оправились. И если бы не субтизидия староамериканцев, если бы не поддержка государства, которое им сейчас оказывается, я думаю, индейцы бы как народ, они бы просто уже исчезли. И алкоголь, это был один из этих причин. Братья и сестры, алкоголь, это зло. Такое же зло и даже хуже, чем наркотики, чем курева. И поэтому в наших славянских церквях и курева, и наркотики, и алкоголь являются грехом. И если есть человек, который мыслит по-другому, который считает, что это позволено, и он где-то, может быть, где-то в тайке выпивает, он грешит перед Богом. Он грешит перед Богом, не послушаясь церкви. И вопрос времени. А алкоголь может ждать? Может быть, пройдет год, может, пройдет пять, может, пройдет даже десять лет, но в его жизни придет злая жатва того, что он сел так много лет. И поэтому, братья и сестры, когда человек смотрит на Библию и не находит местописания, запрещающего пить алкоголь, это не позволяет ему этого делать. Почему? Потому что есть другие местописания, которые указывают совершенно об обратном. И иметь такое понимание, иметь такое мышление очень и очень опасно. Итак, второе мышление, которое можно встретить, это то, что алкоголь полезен для здоровья. Я думаю, вы слышали такую мысль, что пить алкоголь полезно для сердечно-сосудичной системы, для хорошего аппетита, чтобы желудок хорошо работал. Но это неправда, братья и сестры. Алкоголь вреден для здоровья. Если бы алкоголь был полезен для здоровья, то пьяницы были бы самые здоровые люди на Земле. Но мы видим совершенно другую картину. Пожалуйста, операторы, включите первую картинку. Я хочу вам привести статистику Советского Союза. Опять же, я не беру другие культуры, я беру чисто нашу советскую жизнь. Здесь вы видите график продолжительности жизни русского мужчины, словецкого мужчины. Это синим отмечено. И в то же самое время черной ленточкой отмечен уровень потребления алкоголя в те годы. Посмотрите, братья и сестры, к примеру, на 1995 год. 1995 год. Развалился Советский Союз. Экономика была ужасная. И в 1995 году люди пили очень много. Примерно выходило там 3-14 литров на человека на год чистого алкоголя. Средний мужчина в 1995 году в России проживал 58 лет. Если мы возьмем, скажем, 1986 год, когда еще Советский Союз существовал, когда экономика была лучше, пили меньше, чуть-чуть меньше, 11 литров. Средний русский мужчина жил 65 лет. Я думаю, очень яркая картина. Чем больше пили, тем меньше жили. Тем меньше пили, тем больше жили. Когда я эту тему делюсь в других церквях, братья и сестры, я всегда привожу в пример наших братьев. Наших братьев. Я говорю, вот в нашей церкви есть 3 брата-старцев, которых уже за 90 лет. Это Павел Пранцевич, это Анатолий Киселев, это Вениамин Перепечаев. Я говорю, у нас есть 3 человека, которым за 90 лет. Они еще в братском совете помогают, еще советы дают. Но средний русский мужчина, он даже не наживает до пенсионного возраста. Почему? Алкоголь – это один из причин. И поэтому, братья и сестры, алкоголь не является полезным для организма. Это является ядом. И он врезен для здоровья. И я понимаю, что если я делаю такое заявление, кто-то со мной не согласится. Кто-то скажет, ты не врач, ты не можешь говорить, что вредно, что полезно. Но и даже если бы я был врачом, и я сделал такое заявление, все равно бы нашлись люди, которые сказали, что это мнение всего лишь одного врача. Один врач так считает, другой врач по-другому считает. Братья и сестры, как вы думаете, если бы собрались все врачи Америки и сказали, что алкоголь пить вредно, к этому стоит прислушаться? Вот давайте по-другому. Если собрались представители всех врачей в мире и сделали это заявление, стоит ли к этому прислушаться? Это заявление уже было сделано. Пожалуйста, включите вторую картинку. Всемирная организация здравоохранения. Я еще раз подчеркиваю, Всемирная организация здравоохранения сделала заявление, что не существует безопасной дозы алкоголя. Почему они сделали это заявление? Потому что существовало мнение, что пить немножечко – это не вредно. Много пить вредно, а вот немножечко не вредно. И они выступили, они сказали, нет. Вот, даже если ты пьешь немножечко, ты разрушаешь свой организм. Безопасной дозы алкоголя не существует. Даже пить чуть-чуть – вредно для здоровья. Это заявление официальное всех врачей всей планеты. Но я думаю, что нам даже не нужно обращаться к всяким организациям. Я думаю, нам достаточно просто присмотреться к нашему телу. Как наше тело реагирует на алкоголь. Вот представьте, если бы сейчас в наше здание церкви, не дай бог, зашло несколько злых людей, заломали мне руки и мне в горло залили стакан водки. Как вы думаете, отреагировал бы мой организм на эту дозу полезного вещества? Организм бы очень быстро разобрался, что полезно, что вредно. И понимая, что в меня залили яд, оно просто бы попыталось избавиться от этого химиката путем рвоты. Меня бы просто вырвало. Потому что мой организм понимал, что он бы не справился с только количеством этого яда. И знаете, когда мы жили в Белоруссии, это было очень неприятно, это было очень отвратительно, но мы постоянно и везде видели доказательства вреда алкоголя. Когда мы приходили в лифт, когда мы приходили в автобус, и прямо порой на тротуаре мы находили кучу рвотных масс. И я как подросток, я не раз видел мужчин, которые просто на улице рвали, пьяных мужчин. О чем это говорит? Это говорит, что наш организм, он не воспринимает алкоголь, он к нему относится как к яду и пытается его выбросить. Поэтому те люди, которые верят в то, что алкоголь полезен для здоровья, они заблуждаются, и такое заблуждение очень опасно. Ну и последняя мысль, а наверняка вы тоже это слышали. Люди говорят, ну да, может быть водка не полезна, может быть пиво вредно, но красное вино полезно. Красное вино полезно. Откуда появился этот миф? Он появился от того, что изучали разные диеты в мире, какие из них влияют на продолжительность жизни человека. Они нашли, что люди, которые питаются средиземноморской диетой, они живут дольше всего. И вот они начали осматривать, что же люди там кушают, и вот в частях диеты было красное вино. Они говорят, вот да, вот красное вино – это причина их долголетия. Ну теперь это уже доказано, что это не так, но люди продолжают в это верить. Продолжают в это верить, что красное вино полезно для здоровья. Если вам кто-нибудь когда-нибудь задаст, скажет такую мысль, вы задайте встречный вопрос. А что полезного в красном вине? Что вообще в нем полезного? Большинство людей, которые верят в этот миф, они даже не знают, они просто слепо это следуют или делают это как экскьюз, чтобы себе выпивать. Есть ли что-нибудь полезное в красном вине? Действительно чуть-чуть есть. Действительно чуть-чуть есть. Есть там такой аксидиоксидент, акси... антиоксидент. По-русски это как будет? Антиоксидент, да? Его называют расфератрол. Этот антиоксидент, он содержится в косточках и кожуре винограда. Как вы думаете, братья и сестры, где этого полезного антиоксиданта больше? В вине или в свежем соке? Сложный вопрос, да? Вино это протухший сок, взбродивший сок. Как вы думаете, где больше полезных вещей? В свежем апельсиновом соке или в протухшем апельсиновом соке? А где больше полезных вещей? В свежем томатном соке или в протухшем томатном соке? Давайте вернемся назад. Где больше полезных вещей? В свежем виноградном соке или в протухшем виноградном соке? Понятно, да? Существует ли что-то полезное в красном вине? Существует. Но если мы хотим что-то полезное для нашего организма, пейте свежий сок, кушайте виноград. А если мы уже так гоняемся за антиоксидантами, Поверьте, есть другие продукты, в которых содержание намного больше этого оксидинанта. Я читал, в малине, клубники, голубики, в орехах пекан, в красной капусте, в шпинате есть намного-намного больше этих оксидинантов, чем даже в виноградном соке. Поэтому если мы уже хотим извлекать какую-то пользу, искать эти оксидинанты, нужно кушать совершенно другие продукты, а не делать для себя извинения, чтобы пить красное вино. Братья сестры, есть ли вообще какая-то польза по алкоголю? Есть ли какая-то? Да, есть. Для больного человека, опять же я подчеркиваю, для больного человека какие-то настойки на алкоголе могут быть полезны. Для здорового человека алкоголь опасен. Я, может быть, сам себе противоречу, но давайте я по-другому объясню. Ампутация руки или ноги – это полезно для здоровья или вредно? Если у человека гангрена, если человек болеет, то ему отрезать руку и спасти жизнь будет полезно для здоровья. Но отрезать руку у здорового человека будет очень вредно для его здоровья. Вот точно так же относится, точно так же с алкоголем. Для больного человека какие-то настойки, как я уже сказал, какие-то лекарства, содержащие какой-то процент алкоголя, могут ему помочь. Поэтому апостол Павел, он писал Тимофею, что впредь пей не одну воду, но употребляй немножечко вина. И вот, как я понимаю это местописание, евреи в то время, для того, чтобы обезжаразить воду, они иногда разбавляли вино 1 к 10, 1 к 6 водой. И тем самым они убивали какие-то бактерии. И когда они пили воду эту, они не напивались, они не становились пьяными, но они убивали бактерии. И вот, вероятно, Тимофей, он пил только воду. Только воду. И вот апостол Павел говорит, ты все-таки употребляй, чтобы проблем с желудком, которые у тебя сейчас, не было так много. Поэтому, опять же, есть ли какая-то польза в медицине? Да, есть, но это для больных людей. Это для больных людей. Я обращаюсь, в первую очередь, к молодым людям. Эти понимания я встречаю среди молодых людей, а не здоровые люди. Им не нужно пить никакие алкоголи, потому что это из разрушительной здоровья. Итак, братья и сестры, мое время вышло. К сожалению, мы встречаем в церквях такие понимания. Такие понимания, что Писание не запрещает, поэтому пить немножко можно. Это полезно для здоровья. Если не водка, то вино полезно, к сожалению, братья и сестры. В конце я хочу только сказать одну мысль. Кому такое понимание выгодно? Кому выгодно, чтобы мы вот так думали? В первую очередь, это алкогольная индустрия. Алкогольная индустрия хочет нам промыть мозги. Они хотят, чтобы мы верили, что это нормально, это хорошо, это безопасно пить вино, пить алкоголь. Почему? Потому что на этом зарабатываются колоссальнейшие деньги. В Америке за год зарабатывается 220 миллиардов долларов на алкоголе. Поэтому они хотят, чтобы мы верили, что это нормально, что это допустимо, что это хорошо. Кто из вас знает немножко русских политиков, есть такой министр, глава Распреднадзора, Анищенко есть такой человек. И вот я однажды смотрел интервью с этим человеком, и он рассказывал очень открыто. Он говорит, приходят украинские алкогольные компании в нашу русскую киноиндустрию. И они говорят, если вы создадите фильм, в котором будет сцена, что хороший актер, хороший герой, главный герой этого фильма приходит домой после работы и выпивает алкоголь. Если вы сделаете эту сцену, мы оплачиваем весь фильм, мы платим все зарплаты всем актерам, мы за все покрываем. Только вставьте эту сцену. Почему? Они пытаются вложить в мышление каждого человека, который будет смотреть этот фильм, что пить алкоголь, что расслабляться после работы алкоголем – это нормально. Они пытаются вложить эту мысль. И братья и сестры, в Америке ничем не иначе. Это легальный бизнес, здесь ничего нет запретного. И по статистике 60-65-67% американских фильмов, американских шоу содержат сцены с алкоголем и с наркотиками. Почему? Потому что хотят людей к этому приобщить. Потому что на этом зарабатываются колоссальнейшие деньги. И поэтому алкогольная индустрия, она хочет, чтобы мы верили в эти вещи. И мы воспринимали, и мы так жили. Но есть еще кто-то. Есть дьявол, у которого есть три цели. Убить, украсть и погубить. И алкоголь – это один из его очень успешных оружиев. Братья и сестры, если вы возьмете историю человечества, ни одно оружие, ни одно оружие, сделанное людьми, ни автомат калашников, ни атомная бомба, ни Вторая мировая война, не погубило столько людей, столько погубило, как алкоголь. Ни одно оружие не погубило столько, сколько погубило алкоголь. И поэтому дьявол хочет погубить как неверующих людей, так написано, если возможно, то и избранных. Но чтобы погубить алкоголем избранного человека, спасенного человека, человека в церкви, ему нужно вложить в его голову программку. Ему нужно обмануть его, что это не запрещено, что это полезно, что это хорошо. И точно так, как несколько тысяч лет назад он обманывал Еву и пытался обманами ее заставить согрешить. Только точно так он поступает и сейчас. Братья и сестры, как печально, как печально встречаться с христианами, с детьми, которые выросли в церкви, и видеть, что они уже обмануты дьяволом, что дьявол смог вложить эту программку в их разум, и что когда им говорят, что алкоголь пить христианам нельзя, они начинают спорить, они начинают раздражаться, они начинают приводить какие-то доводы. Как печально видеть, братья и сестры. Вы все знаете людей, которые когда-то сидели на вот этих лавочках, ходили в нашу церковь, были частью нашей молодежи, но которые поверили этому обману. Сейчас они далеко от церкви. Сейчас это пьяницы, сейчас это разбитые семьи, сейчас это плачущие родители. Я не хочу называть их имена, потому что их родители здесь, это очень печально. И поэтому мое обращение к молодежи, мое обращение к молодым людям. Пожалуйста, не позвольте дьяволу вас обмануть. Пожалуйста, не откройте свой разум, чтобы дьявол и мир не смогли вложить в свою программу и свое мышление. Потому что с этим мышлением, с этой программой войдет в нашу жизнь зло. Но Писание говорит о том, что мы должны удерживаться от всякого рода зла. Когда Христос уходил из этого земли, Он сказал, я прошу тебя не того, чтобы ты взял от этого мира, но я прошу тебя от того, чтобы ты сохранил их от зла. Поэтому да сохранит каждого из нас Бог. Аминь.